На приглашение посетить производство вешалок откликнулись не только ученики школы предпринимателей, но и заместитель министра инвестиций и инноваций Подмосковья Надежда Корисалова, заместителем руководителя администрации Одинцовского района Александром Тесля. Со всеми этапами создания вешалок гостей познакомила Виолетта Ласкова, замдиректора предприятия по пиар. Сначала она рассказала, из чего их делают. Например, сырье для мороженого – это молоко и сахар. Все это перемешивают, иногда добавляют что-то еще, сливки, и это все сырье. Из этого потом получается продукт. Сырье для вешалок – это полистирол, пластмасса. Вот так она выглядит. После знакомства с сырьем посетители направились в цеха. Итак, сейчас мы находимся в настоящем вешалочном раю. Компания «Артфак» производит более полутора миллионов вешалок в месяц. И, конечно, всеми пользуются каждый день, но не все знают, как вешалки создаются. Этапов изготовления вешалок не так много. Сначала сырье расплавляют в специальной машине. Потом вот эта форма через всякие проводочки ее остужает. И потом вываливается уже готовая вешалка, но пока без крючка. Затем в готовые формы вставляются крючки. Видите, сверху они идут без крючков, а снизу уже с крючками. Но и это еще не все. Чтобы вешалка была чья-то, нам нужен там логотип. Пойдемте покажу, сколько разных компаний делают у нас вешалки и сколько у нас есть логотипов. Маленькие посетители смогли самостоятельно нанести логотип на готовые вешалки. Не вручную, конечно. Процесс создания вешалок полностью механизирован. В арсенале компании 28 автоматов. Модельный ряд изделий обновляется каждый год. В 2015-м выпущено 50 новых моделей. В этом году планируется создать еще 20. Дизайнер большинства из них – сам директор. Фабрика основалась в 1999 году. Уже 16 лет в этом году в нашей фабрике. И история такова, что я производил одежду. И, производя одежду, увидел, что не так сложно одежду произвести, как сложно сохранить. Экскурсия на фабрику была организована впервые. Это вообще очень интересная история, потому что человек, который возглавляет это предприятие, это мой старый знакомый. И познакомились мы с ним в свое время, когда оба проходили обучение на программе МБИ в высшей школе экономики. И вот спустя 10 лет Евгений оказался на программе бизнес-школы РСПП на экзекатив МБИ. И вот только благодаря тому, что я придумала проект детской бизнес-школы, он наконец-то пригласил меня на свою фабрику. Экскурсии все остались довольны. Машины тут были очень интересные. Мне тоже очень понравилось делать вешалки. Мне понравилось, как делать вешалки и крючки. По словам директора, после таких положительных отзывов он задумался о том, чтобы подобные экскурсии могли проходить на постоянной основе. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.